МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Тимур Злевко и вы смотрите программу «Свой патруль. Хроника происшествий». Сегодня в выпуске. Задержанному дяде Веры Захаровой предъявлено обвинение. Мужчине вменяется убийство. Контрабанда за наличность. Двух благовещенских таможенников подозревают в получении взятки. Ответила на сообщение и лишилась денег. Благовещенка стала жертвой интернет-мошенников. Задержанному дяде Веры Захаровой подозреваемому в расправе над девочкой предъявили обвинение. Как сообщил начальник отдела по расследованию особо важных дел Амурского следственного управления Иван Залунин, мужчине вменяется часть 2 статьи 105 УК РФ «Убийство». Молодой человек продолжает находиться под стражей. Дает ли он показания, а также на каком этапе находится расследование дела, не разглашается. Напомним, что 10-летняя Вера Захарова пропала 8 сентября 2014 года. Лишь спустя 7 месяцев были обнаружены ее вещи в заболоченной местности близ села Васильевка. Их нашли дети местных рыбаков. Вещи и останки ребенка были направлены на экспертизу, которая подтвердила, что они принадлежат школьнице. В ночь на 14 мая в Белогорске был задержан подозреваемый в убийстве девочки. На следующий день суд удовлетворил ходатайство следователей о заключении его под стражу. Двух сотрудников Благовещенской таможни подозревают в получении 15 тысяч рублей за то, что они пропустили через границу запчасти, наполненные психотропным веществом и наркотиком. Восточно-сибирское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело. По версии следствия, с 10 по 12 апреля 2015 года через пассажирский пункт пропуска физические лица перевозили запасные части к промышленному оборудованию под видом товаров для личного пользования. При этом запчасти были заполнены каким-то инородным веществом. Сотрудники таможни, зная о контрабанде, разрешили проход. По информации следователей, за это они получили взятки в общей сумме 15 тысяч рублей. При этом, как выяснилось, в запчастях перевозили почти 3 килограмма психотропного вещества, а также около 60 килограммов наркотического средства. Лица, пытавшиеся провести наркотики, привлечены к уголовной ответственности региональным управлением ФСКН России. На сотрудников таможни завели уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие». Ранее им уже было предъявлено обвинение в использовании своих служебных полномочий вопреки интересам службы. По ходатайству следствия суд заключил обвиняемых под стражу. В настоящее время продолжаются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. Благовещенко была неприятно удивлена, обнаружив утром сообщение от мобильного банка о том, что с ее карточки снято 3 тысячи рублей. А баланс на телефоне похудел на 1200. Позже, ответив на несколько звонков от друзей, девушке стало ясно – она стала жертвой мошенничества в соцсетях. Неизвестные взломали профиль девушки в социальных сетях и отправили сообщение всем друзьям с просьбой написать свой номер телефона. Затем друзьям приходил код, который мошенники просили отправить им. После с банковской карты и с телефона, в котором привязаны профили пользователей, исчезали средства. Чтобы не было еще больших потерь, девушка заблокировала банковскую карту и написала заявление в полицию, а друзьям отправила соответствующие сообщения. Всего же с начала года в Благовещенске зарегистрировано более 250 сообщений по фактам мошенничества с использованием телефонов и информационной сети интернет. Как правило, злоумышленники находятся в других регионах страны. Материалы по зарегистрированным заявлениям направляются в соответствующие регионы для проведения проверки и принятия процессуального решения. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите выпуски нашей программы на портале asn24.ru И помните, что осторожность никогда не бывает излишней. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok